Канобу.ру представляет прямо сейчас в комментариях. У нас есть свободное время до следующего гостя. Если кто не помнит, это будет Assassin's Creed Liberation. Поехали. Какие ребята у вас вообще впечатления от выставки? Слушай, во-первых, ты сказал Саше и Вите респект за отличное интервью. Это было просто здорово. Мы только что сменили штаны мокрые после того, как я до сих пор не отошел еще. Потому что интервью с японским гостем для нас было самое мучительное. Причем надо понимать, что если кто-то еще не догнал, кто к нам приходил, то если сравнивать с кино, более знакомой с им сферой, то фактически у нас был режиссер первой величины сегодня. Абсолютно. Гости такого масштаба приезжают очень редко, а если приезжают, то они обычно всем недовольны. Я очень дико счастлив, что Харада ушел. Что наша шутка с видео вообще удалась. Что он рассмеялся в голос. Я думаю, что по крайней мере настроение ему подняли, потому что японцы скорее всего считают, что есть основной мир такие, что ребята, вы игры делать не умеете. И, кстати, фактически он это подтвердил. Помните его шутка, вопрос по поводу, который он адресовал создателям Инжайстис? Ребята, почему вас так мало? Почему западных файтингов практически нет? Собственно, ответ кроется в вопросе. А ты можешь вспомнить хоть какие-то вменяемые западные файтинги? Я могу. Мортал Комбат, Мортал Комбат, Мортал Комбат. Да, Мортал Комбат. Но Мортал Комбат это абсолютно другая вселенная. Она даже внешне не похожа на Теккен или там... Потому что про механику мы молчим. Честно говоря, Мортал Комбат не дотягивает и не стремится быть вот такой вот серьезной спортивной дисциплиной, каким является Стритфайтер и Теккен. Да, и заканчивая говорить о Хараде, вот это, конечно, нас дико поразило. Мы никогда не могли представить, что Комбу это все-таки действительно что-то значит по-японски, хотя нас спрашивали много раз. Еще раз повторюсь, задавайте вопросы, мы прямо сейчас, прямо вот на этой плазме будем читать их и, возможно, даже отвечать на них. То есть вопрос... А я очень удивился, то, что Харадо знает нашу российскую игру X-Blades, которую сделали Gajin Entertainment. Потому что Gajin! Это да, вот, видимо, она запомнилась название студии. Она, кстати, в Японии продавалась довольно неплохо. Она вышла, да, и в Японии, и на Западе. А мы как-то ее пропустились, потому что это была Oni Blade, переделанная для консолей. То есть все помнят Oni Blade, экшн, про кавайную девочку. Мы были неправы, как оказывается. Ну, мы всячески всегда респектуем Gajin'у, потому что действительно один из немногих разработчиков России, которые делают игры на консолях, и вы видите, да, мирового значения. Ну и World of Tanks, я услышал в японской речи несколько раз слово Tanks, и я догадался, о чем где-то речь. Так что белорусам двойной респект. Сегодня мы обязательно посетим экстенды и расскажем о том, что сам Кацухира Харада знает про вас. Респектнул парням из далекой Белоруссии. Кстати, вот у меня вопрос. Кто-нибудь из вас уже посмотрел нормально зал, стенды, и можете что-нибудь посоветовать людям, которые придут сюда завтра? Потому что я выходил буквально вот за дверь, и ничего в меня его, кроме голых девушек в коридоре, не увидел. Но в принципе это не самое было худшее зрелище. А вы-то что смотрели? Я пытался посмотреть зал, мне там было несколько дел. И пока я шел, я заметил, что огромный стенд для Nintendo, 3DS и Wii U, всем хватит юнитов. Ребята, там просто нормальные игры и демо-юнитов. Впервые в России, это премьера. И там я видел людей в костюме ракеты и танка из Mario Galaxy. Ну или из Mario любого последнего трехмерного. Кстати, да, этих персонажей все уже заметили, причем... Причем они японцы. Причем, да, они, например, японцы. Они выглядят японцы, я могу вас убаться. Окей, они выглядят как японцы или как корейцы. То есть такое ощущение, что вот проходило Tokyo Game Show, люди в черном их окружили, вот так вот схватили. Сказали, в Москву! Закрыли в коробку. Телепортнули. Они в коробке все время вот так вот бесит, потому что они выглядят именно как типичные персонажи японских выставок. То есть у одного ракета, у другого танк. Один красный, другой синий. Их из коробки выпустили прямо сюда, вот это, а у них задорчиво. Tokyo Game Show. Они бегают вообще, они прям общаются со всеми, фотографируются, выглядят реально как гости из другого мира. Когда я их видел, они играли в игру на демо-стенде, и это ракеты и танк, они реально взяты из игры Марио. Из игры Марио. То есть это их и Нинтендо привезло. Аутентичная штука абсолютно. Я хочу сказать, что у Нинтендо на многих выставках бывает вот человек, одетый Марио. Ну и там другими героями, но Марио, естественно, основной. И мне по дикому секрету, я не знаю, убьют ли меня после этого рассказа в эфире, но мне по дикому секрету сказали, что человек, который одевается в Марио и выходит как бы косплеить его профессионально, это специальный профессионал, которого привозят сюда. То есть вот так прийти и сказать, давайте я сейчас за 100 рублей станцую здесь Марио ГПК. Нельзя так сделать. Японцы утверждают модель, чтобы он аутентично ходил, возможно, не разговаривал, чтобы не нарушить там какие-то вещи. То есть это такая серьезная работа. И, кстати, мне сказали, что на стенде HALA 4 сейчас я... Подождите, Виктор, в порядке очереди. Мне сказали, что на стенде HALA 4 тоже есть человек в костюме спартанца. Я пока не видел его. Говорят, вот он как раз молчаливый. Возможно, ему как раз запрещают говорить. А я думаю, что сложно говорить вот из этой замкнутой маски. Во-первых, да, образ же ручится. Правильно? А, привет! Такой голос из спартанец стоит, а то его 16-летний номер. Привет! И дым такой... Промарь, промарь, промарь. Так вот это... Ребята, важная тема. Игорь Белкин просит передать ему привет. Это просто вот мне засыпало смс-ками, я не могу это не сделать. Наш пользователь Игорь Белкин с низким рейтингом, потому что сейчас она... А сейчас еще более низким. Сейчас все начинаем занижать. Эти смс-ки. Привет тебе, и мы хотим тебя уже здесь видеть. Да, мы тебя ждем, потому что следующие 8 слотов твои. Приходи. Ты со всеми будешь общаться, со всеми гостями, разговорить в прямом эфире. И с Марио, в первую очередь. Так вот, я хочу задать вопрос. Ну давай, давай, давай. Так вот это мы увидим вот этого профессионала, Марио, здесь. Или не будет Марио этого профессионала? Я не знаю. Я не был на сцене. То есть, если кто-то дома сошед костюм Марио и придет сюда, то сотрудники Нинтендо с электрошоками догонят его. Это все не так выглядит. То есть, если ты сшил дома костюм Марио, пришел сюда и потранцевал в коридоре, ничего страшного не произойдет. В коридоре. Но... В коридоре. И в туалете. И в предбаннике. На стенде Марио, на стенде Нинтендо Марио, который работает там, вот там специальные люди. Который... его отец работал Марио, дед работал Марио, прадед его работал Марио. И все говорят вот такими голосами, как Микки Мау. Ну, это да. Это характерно для японцев. И с акцентом итальянского. Самый тяжелый труд. Нет, судя по ракете и танку вот этим персонажам, я верю, кстати, то, что говорит Саня, потому что вот этих двух персонажей действительно откуда-то привезли. Давайте тогда обратимся к нашим пользователям. Кстати, вижу вопрос Megadrive95 спрашивает. Японцы всегда такие серьезные? На самом деле, да, всегда. И вы в этом можете убедиться сами, придя на стенд Нинтендо и посмотрев на людей, которые работают там, они очень серьезные. Они никогда не улыбаются, может быть, каким-то национальным праздником, потому что они все потомки самураев и умрут как один за своего господина. Всегда. И плюс, еще раз напоминаю, что господин Харада для Японии это персона номер один, это селебрити. Хараду в Японии знает в лицо, красные дорожки ковровые, я не знаю, его приглашают на все телевидение, у него берут автографы, то есть он привык к тому, что он, собственно, фигура достаточно значительная, поэтому, соответственно, ну... Еще у меня есть хороший вопрос, найдите Хараду еще раз и спросите что-нибудь про Tekken Cross Street Fighter. Я не знаю конкретно про Tekken и Street Fighter. Я не знаю, что я спрашиваю, про Tekken Cross Street Fighter, потому что эту игру делали как раз-то Capcom. Это игра полностью на совести. Есть две игры, Светя. Мы сейчас... То есть, Street Fighter против Tekken, а есть еще Tekken виноват. 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 Сейчас разработки и делает как раз-таки Намка. То есть там будет механика из Tekken, и персонажи из Street Fighter будут работать по этой механике. Соответственно... И ты мне не сможешь играть, потому что ты умеешь играть в Street Fighter, а в Tekken не умеешь играть. Соответственно, Витя не сможет мне играть. Я не представляю, кстати... И, кстати, известный факт, что Харада большой друг разработчика Street Fighter. Не помню, как его сейчас зовут. Оно. Да. Я сегодня ли Оно. Они друзья и постоянно на разных выставках делают всякие глупые и смешные скетчи, переодеваются в персонажей чужих игр, пытаются бить друг друга на сцене. И это все такое вечно текущее шоу. Шоу-противостояние. Да, шоу-противостояние. Два известных сериала, оба из Японии, и, естественно, во всяких... Это если кого волнует отношение людей в разработке. То есть, да, они не воют, а как называют их западной прессе drinking buddies. Drinking buddies. То есть, они встречаются в кафе и говорят, ну че, как твой текинг-то? Как ты? Street Fighter-то? В чем спрашивают, они-то вот так. Оно! Это хорошая традиция. Мне кажется, на все спорные. А на самом деле, привет, как у тебя дела? Я думал, ты хочешь меня убить. Отличный вопрос. На какие платформы будут игры? Ну, на все. Хороший вопрос. Все платформы. Игромир 2012. Кану бы рекомендует. Вопрос такой. Какие есть примеры на Игромире, о которых мы еще не слышали? Какие есть примеры на Игромире? Если речь идет об играх, то на Игромире, я боюсь, в этом году нет никаких игр, о которых мы бы еще не слышали. Потому что сюда привозят обычно версии, которые были на Gamescom. Здесь, правда, показывают их. А, премьеры! Господи! Ну, я... Мы так правильно поняли. Все, я понял, да. То есть, премьеры, насколько помню, на этом Игромире нет. Нет, есть одна. Я, может быть, ошибаюсь. Нет, есть одна премьера. Это, собственно, премьера Nintendo Wii U в России. есть две примеры. Вторая примера, это собственная студия Канобу. Потому что никто никогда так не делал и делать не будет. И вторая премьера, да, это мы. Вот только Nintendo и Канобу. Канобу! Канобу! Как мы выяснили. Вопрос. Вы уже щупали симпотных девок. Виктор, признавайтесь. Вы уже щупали симпотных девок. Нет, мы здесь сидим. Кого я здесь могу пощупать, ребята? Ну что, давайте, обнимем. Только нашего звукорежиссера, но мы боимся получить за это по лицу, поэтому мы не делаем никаких телодвижений в его сторону. Так, ну, как всегда, обновление у нас Канобу идет с первой страницы. Давай, давай. Не очень удобно. Так, как много игр анонсировано для ПК на Игромере? Кто-нибудь уже на танк забирался? Вон, классный вопрос. Нет, к сожалению, не забирались. И я, честно скажу, что я даже еще его не видел, но очень хочу на него посмотреть. Есть апдейт новости. Потому что, да? Есть апдейт новости про танк. Танка не существует. да-да-да-да. Встаем и уходим. Танк существует. Есть тот самый настоящий танк, о котором я говорил, а есть еще небольшая платформа, то есть танк размером вот с этот стол и где-то высотой вот так. Да, это, конечно, 50 сантиметров. Железный, здоровенный хреновина на радиоуправлении. Я видел, как он приезжал мимо и вез на себе девушку. Причем ехал с довольно приличной скоростью. Я не видел, кто им управляет. Вот, может быть, это какая-то саморегулирующая система. Я предлагаю потом всем составом туда сходить и посмотреть, сколько он выдерживает вообще этот танк. Или за пиума отправлять. Кстати, отличная тема. Отправлять его за пиума. По сравнению с прошлым Игромиром масштаб самовыставки увеличился или уменьшился? Конечно, увеличился. Есть теперь три зала и каждый зал, то есть, как мы уже об этом говорили, разделен под определенную... Мы забыли упомянуть, ну, помимо ритейлового зала, где основные игры, которые мы привыкли видеть на консолях и на ПК, есть зал онлайн и есть третий зал, но куда мы, собственно, не ходим, это семейная зона. Туда не пускают. На входе. На танк поедем туда. Злые страшные. И, кстати, по поводу выставки многие западные гости отмечают, что выставка неимоверно изменилась в лучшую сторону. Игорь Бекину передали привет. И выглядит сейчас реально очень круто, то есть, на уровне там и 3, или геймскома. Нам это радостно слышать. Так, Игромир лучше, чем в прошлом году. Что есть интересное? Ну, мы не перестаем отречислять всякие фичи Игромиры. Как уже сказал, главное для меня, по крайней мере, в этом Игромире, то, что здесь есть игры, в которые хочу поиграть в публичной зоне. Очень часто было так, что... Дизонард. 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 Что в публичной зоне представлены игры, которые уже вышли, и все. И только журналистам за закрытыми дверями показывают игры, вот в прошлом Игромире даже было так, которые выйдут даже через месяц. Все равно их публично выставляют обычно редко. Помните, как с Call of Duty? Огромный стенд, а там показывают в кинотеатре трейлер. Это мне всегда просто вот так бевало меня. И написание грудных документов. Да, то есть огромную очередь стоишь, приходишь, а там всего лишь трейлер показан на огромном экране. Вот сейчас вот таких стендов практически не осталось, насколько я могу судить. Сейчас все версии доступны, и даже те, которые выйдут через месяц. Assassin's Creed 3. Так что приходите и играйте. Это Игромир, первая на моей памяти, где можно играть. Не нужно. Там, кстати, просили сфотографировать танк. Я не обещаю сфотографировать. Мы с ним его сюжеты снять. Смотрите наши сюжеты, апдейт смотрите. И упасть с него. Итоги смотрите. Кстати, друзья, вот на этот самый iPad я сфотографировал несколько наших бэкстейдж-моментов, как выглядело интервью с Харадой. Ищите это в Твиттере Канобу. Наверное, танк тоже получится. Попытаюсь. Кстати, я почитаю Твиттер Харады. Может быть, если он нас упомянет, я вообще... Надо залезть к нему в Твиттер. Жизнь прожита не зря. Отличный вопрос. После выставки не будет русско-японской войны? Я думаю, после такого не будет. Мы надеемся, что нет. Наоборот. Он пришел такой, чтобы объявить ее. А мы его развеселили. Он такой, хорошие люди все-таки. Все русские. Будут ли на Игромире такие же эпические пресс-конференции, как на E3 и Gamescom? Если имеется в виду конференции большой тройки, это Sony, Nintendo и Microsoft. Насколько я знаю, нет, не будет. Потому что... Или там электроникация и Ubisoft. Давайте объясним, почему. Потому что на Игромире это консюмерское мероприятие для игроков. То же самое с Gamescom. Там конференции было по сути только две. Sony и Ubisoft. И то они были такие без особых анонсов. То же самое здесь. Еще меньше для прессы интересного, больше для игроков. То есть тенденция именно такая. Для игроков, а и для торговых партнеров. То есть наши... Вылетело слово. Дистрибутеры. Наши дистрибутеры, вроде 1S Hub Lab, таких крупных игроков на рынке, они собирают свои, кстати, такие пресс-конференции. Ну, даже не пресс-конференции, получается, а презентации, где показывают, что у нас есть куча игр, покупайте их и привозите по всей России. Ответ нет. На Игромире не будет таких же эпических пресс-конференций, как на E3 и Gamescom. Извините. Но будет Канобу. Самый лучший Игромир для вас, спрашивает, вот товарищ со сложным... Soul Dark Effect 777. Давайте по очереди. Были такие сигареты 777. Да, давайте по очереди. Для меня Игромир только начинается, но уже было много крутого, в частности, мы же всем задолбали рассказывать, насколько... Давай еще раз расскажу. Нам было нервозно общаться с господином Харадой, так что он уже перекрывает многие Игромиры, где, допустим, я там был... Вот, кстати, у меня вопрос был в «Надо брать». Я разыгрывал билет и спросил людей, в конкурс был на то, что угадайте, на каком стенде я работал на Игромире 2007, будучи сотрудником 11-го клапа. Да, там уже написали много раз, это был стенд дальнобойщиков. Я, кстати, на полном середе не читал комментарии, я просто видел тебя на этом стенде. Кстати, и на Игромире. Так что поверьте, вот эти Игромиры, где я был, в частности, сотрудником, ну, то есть, седьмой, восьмой, они были, ну, так себе, вот где-то в девятом, а мне наоборот, я в 2007-м, это был мой первый Игромир, он лучше все запомнился. Там, по-моему, был Джо Кукан, он же знаменитый Кукан. Он же Кукан. Кукан, да. Он же знаменитый, да, и Океан из серии CNC Generals. Там был огромный стенд Electronic Arts, огромный стенд Microsoft, встречи всякие. Там были смешные разработчики Warhammer Online, которые громко смеялись на всех интервью, и мы с ними проговорили три часа, потом никуда это не пошло. А Wargaming показывает впервые свои танки. Да ты что? В которые никто не верил. Не играл и не верил. Я до сих пор помню. То есть, серьезных разработчик серьезных трагических игр после там красивого Order of War, красивейшая стратегия, там, прям западное уровень игра, выпускают ММО про танки. Это странное название World of Tanks. То есть, как World of Warcraft, но про танки. Вот в Итле 0693 спрашивает, автографы-то собрать можно? Да, можно. Куда кроме Нинтендо стоит идти? Очереди большие. По поводу очередей мы не знаем, потому что людей пока здесь не так много, еще не всех пускают. Пускай будут завтра, как мы уже несколько сказали. Автографы, я думаю, собрать можно. Смотри, у кого. Смотри, у кого. У охранников, у билетеров, там, можно собрать. Нет, мы пишем шутим. Смотря, кто вам нужен, на самом деле. Я думаю, что поймать вот тех людей, с которыми мы сегодня общались, будет, ну, не то чтобы не проблема, конечно, это надо будет поискать, но в целом, возможно, предоставится такая возможность. Как мы уже сказали в самом начале, мы сегодня видели главу европейского офиса Нинтендо, который, на самом деле, большой, значимый человек, но видели вот, собственно, в коридоре, поэтому, да, можно. Главное, вы распечатаете фотографии, вот так ходите и сверяете, значит, и имейте на готове ручку, пишущую ручку. И, кстати, бумажки и блокноты, когда сует, мне кажется, это не очень хорошо. Вот здорово, если притащить, например, Теккен, то Харада, а Харада лучше всего Мортал Комбат подсунуть и сказать, очень люблю вашу игру. Стритфайтер. Или Стритфайтер. Стритфайтер он поймет. Нет, ну, потому что Харада с большей готовностью распишется на Теккене, чем просто какой-то мятый листок ему сует. Он скажет, у-у-у-у-у-у. И меч тогда. Там вот ниже ID1911 задает какой-то вопрос, воспринимает ли всерьез западный игродел, мне не видно с твоей головой, российский игровой рынок устраивает ли их продажи игр в нашей стране? Ну, как видите, они приезжают. Это уже говорит об интересе. То есть рынок растет. Ну, я всегда люблю сравнивать с кино. Вспомните, кино о 90-х и 2000-х. Я имею в виду не наше российское кино, которое в последнее время в упадке всегда, а я про кинорынок. То есть прокат. Прокат. И сейчас мы дожили до того, что звезды мировой величины приезжают открывать премьеры. То есть в России фактически стартуют многие уже известные киноблокбастеры. Я тебе объясню, почему. На самом деле кинорынок во всем мире падает. Я тебе объясню, Витя, почему. Во всем мире. Послушаем Кирилла. Кирилл падает. А в России, Витя, он растет. Потому что у нас еще спад не учился. А в США... То есть скоро начнется. Ну да. Поэтому звезды именно к нам приезжают. По играм, по играм. Значит, смотри, у них начнется спад, а у нас как раз начнется расцвет. И, может быть, дождемся, да, действительно громких премьер, анонсов. То есть все впереди. Но главная положительная тенденция есть. Если приезжают к нам разработчики западные, да, вот на такие выставки, которые, по большому счету, для них, конечно, необязательны. Потому что был Gamescom уже, да, был Евро Геймер Экспо буквально на днях. Но, видишь, они находят себе силы и интерес, как приезжать сюда. И деньги. Долететь-то до Москвы-то. Ого-го. И визу получить. И визу, кстати. Мне рассказывали здесь историю, что российскую визу оказывается очень сложно получить. Сложнее, чем там американскую и ту же японскую. Да. То есть люди получают, чтобы визу, чтобы приехать сюда. И здесь их треплют фананты на стендах. И они это все стоически терпят. Святые люди. Святые люди, значит, для них это важно. Так, у меня вопрос. Интервью по игре Tomb Raider будет... Tomb Raider, по-моему, у нас не заявлено. Потому что, по-моему... Tomb Raider будет завтра. У-А-Г. Абсолютно точно. Смотрите эфиры ГРУ тоже за 11 часов. У них будет точно, абсолютно, и интервью по Tomb Raider. Собственно, это тот же самый плеер, тот же самый сайт. Заходите на Канобу. Просто завтра день, где в этой студии будут работать наши коллеги с Агай.ру. Но формат точно такой же. Но единственное, мы сзади будем выглядывать и такие... А-а-а... И кидать бумажки. Анонсировано ли PS4? Конечно, нет. Нет, ребята. Мы уже сказали, что Игромир выставка не анонсов, а для того, чтобы пользователи познакомились поближе с предстоящими хитами. Мне кажется, пока все. Можно перемотать, я думаю. Так, нет, почему? Так, лично для Виктора. Ну и как новый Black Ops? Не успел. Не успел, но он есть. Он есть на выставке. Вот причем, по-моему, через коридор от нашего зала. Напротив прям нашей студии. Вот, отлично. Сейчас прям выйду и зависим там до вечера. Как я уже говорил, что на прошлых игромерах мы видели ситуацию с Call of Duty, когда показывали дурацкий трейлер. Все, сейчас... Ну, а в прессе показывали уровни. Вот, вот. И вот эта дискриминация закончилась. Приходите, играйте, вы можете сами это увидеть. Я обязательно посмотрю и будут какие-то отчеты, сюжеты. Так, будут ли какие-то анонсы новых игр до госс? Ну ладно, проезжаем. Записи интервью будут, да. Записи будут все. Обязательно. Причем можно даже сделать на английском языке вариант. И, возможно, даже завтра какие-то будут выложены. Да, можно что-то повернуть. Какую халяву можно урвать с выставки? Основной вопрос. Главный вопрос. У нас тоже этот вопрос волнует, ребят. Мы сейчас пойдем урвать халяву и, собственно, расскажем вам... У нас такие пакеты есть. Что вы еще не урвали? У нас рюкзаки. Очки Харады. Да, очки Харады. Борода Харады. Кстати, был вопрос, почему Харады в очках ходят. Как вы думаете? Мы не скажем. Он, на самом деле, везде. Мы подписали... Наберите сейчас на YouTube. Нет, кроме шуток, когда у нас крутились ролики на этой плазме. Там был Харады, он тоже был в очках. Я не знаю, но у него... This is style. У него стиль такой. Газлэк. Гангин style. Почему Боярский все время ходит в шляпе? Давайте сначала отвечим на этот вопрос. Потому что он лысый. Это вопрос миротворчества. Харады снимает очки, а там такие красные глаза. Как у Терминатора один. Да, да, да. Так, опять Call of Duty Black Ops. Так, какие звезды Градиоов еще придут? Я пришла на выставку. Смотрите наше расписание. Ребят, все значимые фигуры в этой студии. Между прочим, вы можете сделать какие-то выводы. Сегодня в 17.30 у нас будет здесь, в этой студии, люди, которые делают игру Zombie U. И это мегаэксклюзивная вещь. Это единственный слот на онлайновую прессу в России. Да, поэтому нигде больше вы этого не увидите, не пропустите. Именно так. Так, Петр уже играет в Dishonored. Да, вот он сейчас ушел из студии, его здесь нету, поэтому... Походу, да. Походу, да. Стоит ли ехать геймерам из регионов на Игромир? Ну, глупый вопрос. Если вы задаете такие вопросы, не ездите. Ну, мы достаточно, по-моему, уже рассказываем о том, что здесь можно делать на этой выставке. Я думаю, что это хорошее развлечение, веселье и главное место встречи. Ну, зависит насколько удаленный регион. Ну, да. То есть... Из Волгевостока, наверное... Ну, вот мы сейчас обсуждаем... Может, есть какие-то такие? Может, есть какие-то такие? Обсуждаем, показываем, вы видите новости и прочее. Если вас это заинтересовало, если вы с друзьями... Если ваши друзья едут, то почему нет? Будь я геймером, да, я бы с удовольствием за это пришел. DoomWizard спрашивает, можно ли на Игромире в Liberation поиграть? Я думаю, можно. И, кстати, совсем скоро к нам придут... Надеюсь, придут как раз представители разработки. Мы с ними пообщаемся. И, наверное, можно спросить у них, можно ли поиграть? Ну, я думаю, можно, да. Ну, по крайней мере, вы сможете увидеть, как это происходит. Надеюсь, что они принесут прямо PSP... 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 PSV-ту сюда, и мы все поймем. Кстати, и, между прочим, вот уже появились гости. Вот они уже в студии, в гости. Так что давайте закругляться. Чиф шикарен. Вот, кстати, вот изображение Чифа. А это, видимо, Кортана. Кортана. Ты в теме. Кибер-женщина, конечно, в теме. Ты в теме. Я прошел все хейлы и очень жду, что... Слушайте, на самом деле, очень круто выглядит. Я бы вот сходил, посмотрел и сфоткался с ним вот так в обнимку. Обязательно. У всех должна быть такая фото. Обязательно. Я со всех выставок привожу фотки, где я в обнимку с какими-то такими фриками. Лучший стенд. Лучший стенд... Это мы поговорим в итогах. Ну, я думаю, что... Да, мы чуть позже, где-то в 16-30, будем подводить такие промежуточные итоги выставки «Игромир». И там поговорим и о стенде, и о всяких других вещах. А сейчас мы будем, да, закругляться. Последний важный вопрос, мне кажется, «Мега-Драйв 95». Все ли гости согласились прийти? Скажу «да». Да, у нас не было никого, кто бы отказался. Еще бы они отказались. Все, кто приехали. И даже «Конобу-то» это значит дубина. И даже есть именитые, скажем так, компании, чьи названия мы не будем раскрывать, которые не сумели вклиниться, но слишком поздно среагировали. И то есть за некоторые слоты, можно сказать, есть некая такая... Борьба. Да, соперничная борьба. Здесь, увы, получилось все довольно... У нас один день. Мы работаем в довольно таком... Один день у «Коноба» имеется в виду. Да, мы работаем в довольно таком сложном режиме. И, естественно, всех, кого мы хотели погасить, не получилось. И это довольно грустный момент, но это первый для нас опыт, поэтому, надеюсь, в будущем мы сделаем что-то такое, сделаем это все более глобально с большим количеством гостей. Ну что ж, это все еще с вами эфир «Коноба». С нами Юлморт. И давайте, не переключайтесь, совсем скоро вы посмотрите на Assassin's Creed Liberation. Вверх. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok